Привет, друзья! Сегодня решил записать прямой эфир вместе с моей знакомой, которая не так давно рассказала мне о возможности путешествовать на очень выгодных условиях. Сейчас мы сделаем запрос на то, чтобы Анна к нам присоединилась. Смысл в чём? В том, что Анна рассказала мне о возможности путешествовать на очень выгодных условиях. До этого я дожил до 40 лет, и, стыдно сказать, ни разу не выезжали с семьёй за границу. Вечно какие-то сложности, какие-то суета, какие-то заботы. То маленький ребёнок, то ипотека. Деньги вроде как-то водятся, но до путешествий дело не доходило. Так, Анна... О, власите. Вот, Анна рассказала нам об одном туроператоре, который предлагает, ну просто, на мой взгляд, шикарные условия. Это, во-первых, благодаря тому, что он создал, так, посмотреть, туроператор создал сервис по самостоятельному бронированию путешествий, без посредников, без турагентств, напрямую от круизных линий. Да, речь идёт о круизах. О, я тебя вижу. Поздравляем нас обоих. Привет. О, слушай, у тебя там ёлочка, да? Новогоднее настроение. Ага, на фоне ёлочки. Да, с Новым годом, с Новым годом, кстати, тебя. Да, и тебя тоже с Новым годом. Вот, я тут немножко начал рассказывать о твоём предложении, ну как, не то, что о твоём предложении, да, а предложение, которое ты мне рассказал, да, то есть об этом туроператоре, который сделал этот сервис по самостоятельному бронированию. Вот. Ну, первое, да, это цены, то, что мне понравилось больше всего и всем, наверное, нравится, да. Они сильно отличаются от того, что есть на рынке, да, у турагентств, вот, потому что исключают практически все посреднические услуги, да, вот, плюс чего, за счёт чего? За счёт объёмов, да? Да, за счёт объёмов, за счёт того, что мы закупаем оптом каюты, то есть у нас, ну, скажем так, мы крупный туроператор, который закупает оптом каюты, и вот за счёт того, что мы закупаем оптом каюты, за счёт этого цены у нас очень низкие, вот, потому что, ну, все мы знаем, это как оптовик, да, как оптовик, вот, и поэтому у нас очень низкие. такие цены, если сравнивать наши цены с ценами даже каких-то других турагентств и так далее, то у нас цены, ну вот прям с уверенностью на 100%, что самые низкие. То есть у нас, по сути, даже чуть-чуть ниже цены, чем напрямую у круизных линий. Даже не скажу, даже не чуть-чуть, а на 25%. Наши цены на круизы дешевле, чем напрямую у круизных линий. Ну да, если сравнивать с турагентствами, то раза в два примерно. Плюс-минус там партнер отличается. Я недавно тут понял еще одну вещь, за счет чего компания этого добилась, таких цен. Есть такая система совместных закупок, она называется, когда люди объединяются, там человек 10-15, и складывают деньги в кучку, и получается закупают оптом. По ценам, которые оптовые уже, не розничные. И здесь примерно то же самое. Тут как-то совмещается, во-первых, предоплатная система. Все производители любят, чтобы у них заранее были клиенты. Предоплатная, плюс раннее бронирование, плюс оптовость, когда много сразу клиентов предоставляют. У нас сейчас Оля Торченова на лагере встречает Новый год с семьей. Она, потом, может быть, выложим себе прямой эфир. Она где-то сегодня, по-моему, проводила прямой эфир, да? Да, сегодня проводила. Она там такую фразу произнесла, что на лайнере, сколько там, «Виртуоза», по-моему, у нее, да? Да, «Виртуоза». Три тысячи пассажиров, из них 90% – это русские, русскоязычные, да, из стран СНГ. Из них 99% путешествуют благодаря нашей компании, да? Можно себе представить объемы и ту популярность, которую дает компания. Да, это действительно так, потому что вот у нас недавно был круиз на Коста, и там наших партнеров было 800 человек на лайнере. То есть довольно-таки большой объем. Вот, то есть очень много туристов. И мы, наш клуб является ценным для круизных линий, и они с большой радостью, скажем так, с нами сотрудничают, вот, потому что мы предоставляем большой поток туристов. Да. А, ну вот плавно подошли к тому, что здесь клуб, клубная система, такая же, как, не знаю, фитнес-клуб, там еще сейчас полно клубов. Вот, клуб круизных привилегий, да? Ну, кстати говоря, не только клуб из них, со следующего года у нас добавляются отели и курорты. Вот, я долго думал, чем отличаются отели от курорта. Да, пока мне не объяснили, что курорт – это отель плюс море, да, какие-то развлечения. А просто отель, он может быть просто в любом городе, в Москве, в Питере, там, где угодно. Да. И еще курорт, как санаторий еще курорт, то есть он может быть даже там с каким-то, там, с лечением. То есть не просто вот море, а может быть также и с лечением, как санаторий. То есть вот так. Плюс потом где-то найти развлечение, питание – это всегда как-то методом тыка. Туда пошел не понравилось, пошел в другое место, там более-менее. И вот как-то так ходишь, туда-сюда-сюда, все время думаешь, чем бы заняться, да? И как-то скучновато, что ли. Теперь я понимаю, что есть альтернатива, что действительно вот этот формат отдыха – это прямо для меня. Один раз заселится отель на воде, который тебя возит из одного города в другой, из одной страны в другой. Плюс там каждый час расписан, каждый день он не повторяется, все время разное-разное. Разное – это вот прям то, что надо для меня. Недавно слушал нашего партнера из Уфы. У него было свое турагентство раньше, потом его забросил. Вот, он говорит о том, что на лайнере день проходит как за три. То есть неделя на лайнере, она по ощущениям, есть такое понятие, да, по ощущениям, она как за две-три недели. То есть настолько много там событий, эмоций, вот этого всего-всего-всего, что оно проходит как неделя за две-три. А действительно, у меня вот такая, есть такая штука, да, когда отпуск проходит, там в этом году мы были три недели на море, но они прошли как вот, ну как неделя, действительно, да, по ощущениям есть такое, да, понятие. Погода, да, там плюс 20, там сколько, по ощущениям плюс 15, там плюс 25. Вот так, наверное, и отпуск. Есть такое время, оно какой-то такой субъективный все-таки фактор. Фактически там прошла неделя, а по ощущениям оно может по-разному, по-разному ощущаться. Вот. Ну, мы плавно подошли, да, к нашему продукту. Расскажем, наверное, поподробнее. Хотя мне больше всего, с самого начала, мне больше всего понравилась, конечно, возможность партнерской программы, это зарабатывать. Я еще не говорил, ты у нас не так давно стала обладателем сертификата от компании, которая дает возможность путешествовать на сумму 2400 долларов в год. Это порядка там 200 тысяч рублей, да, на всю семью. Ну, это пару хороших круизов, пятизвездочных, да, там недельных, на всю семью. Вот, поздравляю. Спасибо большое. Вот, шикарные условия, очень шикарные, конечно, да. Расскажи, пожалуйста, вот, как это у тебя получилось, что для этого нужно сделать, в принципе, да, потому что... Ну, проблема актуальная, даже для тех людей, у которых вводятся деньги, да, но кто не умеет копить, вот, в принципе, как и я, да. Здесь как раз эта проблема решена. На принципе, наверное, решены все проблемы путешественникам, да. Сколько их есть, я выделяю, что если у тебя есть деньги, но ты не умеешь копить, да, ты не будешь путешествовать. Потом нет компании подходящей, да, там, нет, там, знания языка, да, нет, в принципе, денег, но есть желание, да. Компания предоставляет такую возможность. Если у тебя есть желание, но нет денег, это тоже проблема решаемая, оказывается, да. То есть она дает возможность еще и заработать себе на круиз, обеспечить свою семью и, в принципе, при желании даже, ну, полностью поменять профессию, да, и стать, как это говорится, travel-блогером, вот, показывать как-то здорово, просто показывать эти путешествия, да. И благодаря этому компания вознаграждается за новых клиентов, найденных, да. Расскажи, пожалуйста, что нужно делать, чтобы обеспечить свою семью путешествиями за счет компании? За счет компании, что нужно делать? Ну, значит, прежде всего, что нужно делать? То есть нужно понять, что если вам нравится путешествовать, вы хотите путешествовать больше, хотите путешествовать разнообразно, то стоит присмотреться к нашему клубу, потому что у нас, во-первых, у нас очень низкие цены на круизы, и не только на круизы, но и на отели. То есть сразу идет 25% скидка. То есть вы нигде, ни в одном месте больше не найдете такую скидку, 25% сразу, да. Вот, то есть это первое. Даже если вы покупаете круиз напрямую у круизных линий, и даже если вы там съездили, допустим, напрямую у круизных линий, там, в три круиза, они максимум вам могут дать, ну, 5%, ну, максимум 10% скидки, а у нас, вступая в наш клуб, вы сразу получаете 25% скидки на круизы, в том числе на отели. У нас с апреля появятся, как вот ты правильно говорил, и отели, и курорты. Вот, и вы сразу получаете 25% с нашим клубом. Здесь система, в принципе, простая. То есть здесь вот, ну, скажем так, наполовину она накопительная, половину вы вносите, там, 50% сами. То есть, грубо говоря, вы положили 100 долларов на счет. Эти 100 долларов, они, можно, да, наверное, про это рассказываете уже, да, Володь? Ну, да, да. Эти 100 долларов на счет, они у вас удвоились. То есть вы, например, в январе вы зашли в клуб туристам, они у вас удвоились, то есть положили 100, у вас на счету стало 200 долларов. Второй месяц, в феврале, вы также положили 100 долларов, у вас на счет тоже они удвоились, то есть на золотой карте оказались. То есть за два месяца, считай, вы внесли 200, у вас на счету уже 400. В марте вы тоже вносите еще 100 долларов, и у вас будет на счету уже 600 долларов. И потом вы выбираете... Давай, наверное, паузу сделаем, да, объясним, наверное, о стоимости круиза, да, то есть сколько нужно копить семье, да, чтобы поехать всей семьей, там муж, жена, двое детей, допустим, да, в круиз. Вот, немножко, наверное, оценок, чтобы было понятно, зачем, куда вносить, почему там, да, какие счета, какие эти, да. То есть круиз, ну, они разные абсолютно по ценам бывают. Бывают, ну, я беру неделю отдыха, да, то есть потому что это, ну, такой срок меньше, ну, наверное, смысла нет, да, чтобы поехать, допустим, за неделю можно проехать, там, три страны, условно говоря, да, разные, три-четыре страны, пять-шесть разных городов, да, лайнер объезжает за неделю. Вот, чтобы немножко хоть прочувствовать, ну, это неделя. Неделя, наверное, стандартный, самый популярный срок. Вот, соответственно, стоимость круиза, ну, если брать без всяких скидок, просто базовую цену от круизной линии, да. А, ну, это, опять же, еще один миф такой, да, что, как я понял, да, у многих существует такое представление, что круизы – это очень дорого. Прям вот очень-очень, что там, ты говорил, что это, чтобы нам съездить в круиз, нужно, типа, квартиру продать, да, чтобы в семье отправиться. Нет, это один из тех мифов, но он, наверное, неспроста, а как раз теми временами, когда это все через цепочку посредников, туроператоров, турагентств, всем надо заработать, соответственно, цена вырастала в два раза, да, ну, там, не в два, может. Ну, в общем, на порядок вырастала, соответственно, у всех именно такое представление. Сейчас же, когда ты можешь покупать, путешествуя напрямую у производителей, скажем так, да, у круизных линий, вот, цена, во-первых, ну, можно просто, элементарно зайти на сайт круизной линии, да, посмотреть базовую цену без всяких скидок, да, какую цену заставляет круизная линия. Вот, в среднем это где-то порядка тысячи долларов на всю семью, да, ну, это 75 тысяч рублей. Вот, есть чуть дешевле, я там находил, там, 800 долларов, 900 долларов за неделю, да, вот, есть и дороже, конечно, но средняя цена где-то тысяча долларов. Примерно столько люди, в принципе, наверное, тратят и на наших черноморских побережьях, там, в Турции где-то, да, на каких-то там трехзвездочных отелях, может быть, да, такой, ну, среднего, среднего уровня, вот такой, да, здесь получается за эти же деньги ты покупаешь уровень пятизвездочный, а то есть там шести-семизвездочный, да, если сравнивать с наземным отдыхом, да, вот, соответственно, чтобы, ну, одна из проблем путешественников, да, неумение копить. Тут у нас, получается, заводится такая некая копилка, где начисляются бонусы. Ну, опять же, я как предприниматель, я всю эту систему разобрал по полочкам, да, и, ну, сразу немножко такое отвлечение от темы сделаю, почему нельзя было просто снизить цену, да, ну, если цена, допустим, у круизной линии, там, тысячу долларов за круиз, да, почему нельзя поставить там 500 долларов и просто продавать по 500 долларов, да, вот, так, к сожалению, не получится, это было бы проще, это, я согласен, было бы проще все, чем всем, да, ну, по крайней мере, конечным потребителям не высчитывать вот эти какие-то там бонусы, баллы, там, еще что-то, да, вот, просто покупать, ну, к сожалению, нельзя, есть такое понятие, как запрет на демпинг цен, то есть, если производитель выставил так называемую рекомендованную розничную цену, там, тысячу долларов за круиз, да, то ниже этой цены никому опускаться нельзя, да, но бонусы начислить можно, да, вот как мы ходим в пятерочку, мы что-то купили, а нам начислили сверху там какие-то бонусы, да, вот, здесь точно так же, то есть, чтобы накопить, допустим, на круиз, нужно там несколько месяцев откладывать, да, вот, ты сказала, сколько там, 300, допустим, за 3 месяца отложил, да, вот у тебя на счету 600 долларов, правильно? Да, на счету 600 долларов, в январе отложил 100, они сразу удвоились, февраль, например, отложил еще 100 долларов, это 7500 рублей, они опять удвоились, то есть, февраль, март тоже отложил 100 долларов, это уже получается в марте, ну, то есть, грубо говоря, за 3 месяца в марте человек внес 300 долларов, а на счету у него уже 600 долларов, то есть, уже они удваиваются сразу, и потом человек, турист там или партнер, он может выбрать себе либо отель, либо круиз, и, ну, скажем так, половину из стоимости круиза или отеля он оплачивает вот этими бонусами, вот удвоенными, да, допустим, круиз стоит 1200 долларов, да, 600 долларов он платит вот этими удвоенными бонусами, а 600 долларов он вносит своими наличными деньгами с картой, вот, и покупает таким образом себе круиз, 50 на 50 процентов получается, и такой системой он экономит 25 процентов сразу же на круиз, вот, то есть идет сразу же экономия 25 процентов, и к тому же, когда он уже деньги в свои вот эти внес наличные, доплатил, вот эта сумма, она уже сразу дублируется на голубую карту, то есть один к одному, то есть, допустим, 600 долларов он бонусами заплатил, плюс 600 долларов он наличными внес с картой, и у него получается, что еще вот эти 600 долларов, которые он наличными внес, хоба продублировались на голубой карте, и он сможет, да, кэшбэк он сможет потом на эти деньги также заказывать отели, гостиницы, хронировать, то есть получается, по сути, он деньги как бы свои прокручивает два раза, то есть нигде такого нету, вот, и сразу же скидка. Ну да, 25 процентов право скидка, и 25 процентов стоимости идут кэшбэком на следующие покупки, которые тоже можно забронировать там отели и все что-то. То есть это выгодно то, что сразу идет скидка, то есть не нужно ждать там, да, вот год, два, три, а сразу же у человека будет скидка 25 процентов. Ну, то есть это, и эти 25 процентов, это не надумные, а это реальные 25 процентов. А то знаешь, как бывает в магазине, допустим, перечеркнута цена, а, там написано скидка такая-то, а в итоге смотришь там то же самое, допустим, ну, то есть по факту, а у нас реальность 25 процентов. То есть прям... Да, я делал запросы, я делал запросы турагентства, вот, выбрал, брал один и тот же круиз в одно и то же время, на одно и то же, ну, прям вот один и тот же, да, и получалось, что, ну, порядка там 25-50 процентов у нас реально, это легко проверить, доступ у нас бесплатный в базе круизов, можно зайти посмотреть, сделать запросы турагентства, получить итоговую, вот самое главное, да, итоговую цену от турагентства, потому что на сайте у них обычно одна цена, а когда делаешь запрос, там, там, портовые сборы, налоги, там, еще что-то, и цена получается там еще на 15-20 процентов вырастает, а то, что на сайте. Вот, это есть такое. Здесь у нас цены итоговые, честные, это тоже здорово. Вот, ну, мы отвлеклись от тем. Ты мне расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, как добиться того, чтобы компания тебе оплачивала эти путешествия. Вот, а как добиться? Ну, и как бы, вот когда человек, допустим, то есть, ну, у нас есть партнерская программа, есть программа для туристов. Вот турист, ну, вот партнер, ну, вот я партнер, Володя партнер, партнер, он приглашает людей, грубо говоря, в клуб, вот, и когда он пригласил двух, ну, пять человек в клуб, вот, когда он пригласил пять человек в клуб по своей реферальной ссылке, вот, тогда он становится бесплатным членом клуба. Ему уже не нужно откладывать по 100 долларов себе на будущее путешествие, а компания ему сама ежемесячно кладет по 200 долларов на его будущее путешествие, на круизы, на отели. Вот, то есть пять человек можно пригласить, в принципе, за любое время. Можно там за месяц, можно за полгода, можно за год, можно за полтора. У нас в клубе очень выгодная система и для партнеров, и для туристов. Вот, то, что здесь идет работа в команде, вот, здесь идет поддержка, здесь идут рабочие чаты, и, естественно, мы нацелены не просто подключить человека, а мы нацелены, чтобы у человека получилось, чтобы, прежде всего, человек вышел, самый минимум это на беззаплатное членство, и дальше он рос, чтобы, там, стал маркетинг-директором и так далее. То есть наша задача, чтобы именно у вас получилось все. Самая прелесть, наверное, то, что привлекает, это возможность получать процент с продаж за ту работу, которую ты один раз выполнил, да, один раз делал, и пока клиенты остаются в компании, которые продолжают путешествовать, пользоваться услугами компании, да, с каждых их покупок компания платит комиссию, и это та сфера, где, ну, туризм, он, в принципе, такой продукт, много денег, да, где большие зарплаты, это он на каком, на третьем или на четвертом месте в мире после нефти, продуктов питания, и на четвертом, да, на четвертом. Для партнёров плюс в том, что доход растёт, ну, то есть он растёт доход, постоянно растёт, то есть вы делаете одни и те же действия, вы рассказываете о клубе, вы проводите эфиры, вы там, допустим, ну, там общаетесь, да, вот рассказываете в основном только, да, о клубе, и ваш доход постепенно растёт. Почему? Потому что здесь так устроена интересная реферальная система, реферальный маркетинг так интересно устроен, что постепенно, постепенно, ну, скажем так, вы приглашаете людей, ваши люди тоже начинают приглашать людей, да, и ваш доход начинает расти, то есть это очень интересно, в том числе для амбициозных людей, то есть для тех людей, которые хотят выйти на очень высокие доходы, допустим, 500 тысяч рублей, там, 1 миллион рублей. У нас есть люди, которые получают очень высокие доходы, 8 миллионов рублей. У нас 13 человек в компании, которые получают такой доход, 8 миллионов рублей, 13 человек в мире, то есть 2 из России человека и остальные вот в мире, то есть это максимальный доход 8 миллионов рублей, а также, ну, есть и там 2,5 миллиона получают, миллион рублей, 500 тысяч, 250 тысяч, там и 100 тысяч, то есть разные есть доходы, есть разные ранги здесь, и делая одно и то же, вы можете выйти на очень хорошие доходы, при желании, естественно, при целеустремленности и, ну, скажем так. Ну, вот как раз первый, наверное, такой значимый уровень, который можно достичь, это вот путешествия за счет компании, да, вот то, что у тебя сейчас... Да, начальное, да, путешествия за счет компании, начальное. Ты вот нашла не так давно пятерку, да, 5 человек для новых клиентов, ну, вот я один из них, да, вот. Кстати, расскажи, сколько из них в качестве просто путешественников, а сколько в качестве партнеров? Ну, у меня вот партнеров, получается, 4, и один человек, вот, девушка зашла к туристам, но она хочет, в общем, стать партнером. А, ну вот, да, еще один такой момент. Можно начинать с путешественника, да, с программы для путешественников, потом в любой момент докупить франшизу клуба и начинать продвигать этот продукт. Вот это две независимые программы, которые можно в любой момент одну, вторую подключить. Да, можно зайти с туристом, а потом через какое-то время можно докупить просто франшизу, ну, это партнерский пакет. Докупить его в любое время, 195 долларов он стоит, просто можете в любое время его докупить и стать партнером. А затем можно купить 100 долларов, как турист. Получается, на практике, на практике, вот, допустим, ты нашла 5, да, а тебе компания начинает вместо тебя ежемесячно копить тебе на круизы, да, получается, оплачивать твою копилочку для круиза. Вот, дальше, получается, твои партнеры начинают тоже искать клиентов для компании, да, вот, соответственно, твои 5, они рано или поздно превратятся в 25, в 30, да, вот. И вот тогда начинается самое интересное. Да, когда в моей структуре будет 30 человек, то, получается, будет первый ранг – это маркетинг-директор. Доход будет 300 долларов, это оклад каждого 7-го числа, плюс примерно 150-200 долларов, это другими бонусами. Итого, совокупный доход 500 долларов, это, ну, 450-500 долларов, примерно 35-40 тысяч рублей в месяц будет. И блюда на бесплатные путешествия для всей семьи будут. С ранга маркетинг-директор. Вот, так что это выгодно, выгодно стремиться к маркетинг-директору, вот, и постепенно, как бы, да, и... Я думаю, что... Ну, а дальше... А дальше там уже, там уже, значит, сеньором маркетингом потом человек становится, когда в его структуре уже 100 человек, да. То есть не он 100 пригласил, например, он пригласил, ну, допустим, 10. А эти 10 постепенно тоже там построили структуру и стало... Ну, допустим, один там 10 пригласил, другой там пригласил 5. Ну и вот так далее, да. То есть когда в структуре будет 100 человек, у человека появляется доход 100 тысяч рублей где-то. 100-120 тысяч рублей. Это ранг сеньор маркетинг-директор. Потом, когда появляется в структуре 250 человек, доход 250 тысяч рублей. Это региональный директор. Потом идёт 500 тысяч рублей. Это национальный директор, когда в команде 500 человек. То есть у нас вот на каждом ранге у нас есть свои люди, да, вот национальный у нас директор есть. Лиля. Вот, потом идёт интернациональный директор, уже миллион рублей получает. Потом идёт... Какой там директор-то? Лера вот сейчас. Ну, можно про все не говорить, можно сказать, наверное, первую и последнюю платку, да? Вот. Вот, например, когда в структуре 30 человек, это зарплата там 40 тысяч рублей в месяц, да, уже пассивный доход. Вот, когда 100 человек, примерно 100 тысяч, и когда там максимальное число 5,5 тысяч человек, да, в структуре, то это доходит примерно там 8 миллионов рублей в месяц. Вот. У нас Ольга Ротниченко, по-моему, у неё порядка 60 тысяч в структуре людей по всему миру, да? Ну да, здесь, в принципе, для тех, кто хочет выйти на высокие доходы, здесь как раз для этих людей очень хорошее строение бизнеса идёт. Ну, опять же, обязаловки нет. Кому-то достаточно просто найти 5 человек и путешествовать за счёт компании, да? Это уже по желанию, конечно. То есть каждый сам устанавливает свой какой-то предел, потолок, да? Кому-то достаточно найти там 5-10 человек, они там найдут ещё там нескольких человек там. И став маркетинг-директором, там, получать 30-40 тысяч рублей ежемесячно, в принципе, это неплохая там зарплата для многих, да, там, пенсионеров особенно, да? То есть получить путешествие за счёт компании, от компании, да? И плюс ещё получать зарплату такую ежемесячную, в принципе, ради этого стоит постараться немного там, не знаю, подучиться как-то, переучиться. Тем более это, ну, сложного тут ничего нет. Просто, просто немного получить по всему этому. Имя просто, чтобы, да, вникнуть в специфику вот этой всей системы, скажем так, всего процесса. И когда уже вникнешь в это всё, уже начнёт постепенно получаться, получаться, и быстрее уже начнёт получаться, и постепенно уже пойдут хорошие результаты, вот. Главное уделять этому на хотя бы один-два часа в день. Один-два часа в день, если этому уделять, то... Ну, ты глядя, да. Я по себе могу сказать, я работаю много, к сожалению, да, я в этом тебе малость завидую. То есть мало в декрите, особенно, когда, ну, всё равно есть возможность, там, найти, там, часа-два в день, да, чтобы развиваться в этом направлении. Вот. У меня после работы... Вот ещё раз привет. Покушал, да, видимо? Видимо, покушал. Пришёл помогать. Вот. У меня после работы остаётся совсем немного времени, чтобы уделить, там, семье, да, плюс где-то, ну, может быть, в дороге. У меня дорога, кстати, очень сильно спасает. Я там изучаю что-то. Час-два в сутки у меня, в принципе, пока в дороге уходят с пользой. Ну да. Кто-то хочет сказать? Ну-ка, расскажи. У меня мои тоже уже в дверь стучатся, уже смотрят. Час, подойдём. Приятных нет. Уже в дверь стучатся. Ну ладно. Ну ладно. Подведём итог. Вроде всё уже обсудили, да? Костя, привет! Серёга пишет. Костя, привет! Да, да, да. Уже убежал. Привет, Серёга. Ну, в общем, да, кто нас видит, слышит, предлагаем изучить, просто изучить, да, присмотреться к этому предложению, к этому туроператору. Вот. Потому что, ну, по сути... Аналогов нет. И это действительно выход, что для... О, давай, сейчас с вами игрушками. Класс. Класс. Вы можете написать Володе, он вам вышлет ссылку, вы по этой ссылке зарегистрируетесь, посмотрите цены, накруйте. Так, всё, не трогай, не трогай. Очень низкие цены, потому что у нас сервис для самостоятельного бронирования. Всё, забыли мы сказать. Что? Всё тогда. Да, заканчиваем. Всё, спасибо за эфир. Спасибо тебе тоже. Благодарю тебя за информацию. Всё, пока-пока. Пока. Тогда я отключаюсь. Чё, вы знаете, как отключаться тут? А, вот.